Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» в студии Ирины Никешина. В преддверии Нового года мы проводим серию интервью с председателями постоянных комиссий собрания депутатов Неницкого округа, чтобы подвести итоги уходящего года и обозначить те вопросы, которые останутся в поле пристального внимания депутатов в 2020 году. И об этом мы сегодня поговорим с председателем постоянной комиссии по экономической политике и бюджету собрания депутатов Неницкого округа Натальей Кордаковой. Наталья Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Буквально на днях состоялась заключительная в этом году сессия, где были приняты поправки в бюджет текущего года и одобрен бюджет на 2020 год и плановый период до 2022 года. Вот чем принципиально будет отличаться бюджет 2020 года от текущего? Спасибо, что пригласили на программу. Это очень важно, потому что жители должны знать, что происходит в стенах испанно-законодательной власти. Основной закон у нас принят в конце этого года, и это основной закон, по которому будет жить наш округ и все наши учреждения. Следует отметить, что когда мы первоначально принимали бюджет на 2019 год, параметры были практически такие же. Доходная часть была 17 миллиардов, расходная 19. И были федеральные средства в размере первоначально 800 миллионов. Затем, значит, у нас доходная часть пополнилась за 2019 год и составила практически 22 миллиарда, и расходная 24 миллиарда. В том числе 3,8 миллиарда — это средства федеральные. То есть это хорошая работа органов исполнительной власти и губернатора НАА. На 2020 год параметры бюджета также составляют доходная 17 и расходная 19 миллиардов. Но пока у нас федеральные средства предусмотрены в бюджете в размере 1,2 миллиарда. Хочется отметить, что первоначально, когда мы принимали бюджет в первом чтении, были федеральные средства предусмотрены в размере 900 миллионов. Но затем, так как поступили средства федеральные, мы вернулись к первому чтению бюджета, и на сегодняшний день они составляют миллиард 200. То есть в первом чтении бюджет был принят на сессии 7 ноября. Какая работа проводилась между первым и вторым чтением? Да, на самом деле между первым и вторым чтением очень большая работа, потому что это расходные обязательства нашего региона в целом. Поэтому было проведено 9 комиссий по бюджету экономической политики. Подробно рассматривался каждый департамент, мы говорим ГРБС, по направлениям их деятельности, на содержании в том числе органов власти департаментов. И следует отметить, что самое большее, ну тяжеловесы, можно так это сказать, это у нас департамент образования, они составляют 24% бюджета. Затем департамент ЖКХ, и понятно, что мы живем в сложных условиях, арктических условиях, да, и необходимо, значит, тут и дороги, и жилье, и субсидии по доставке. И дальше департамент здравоохранения, социальной защиты населения. То, что касается непосредственно по департаментам, следует отметить, что да, у нас департамент по ЖКХ где-то 5 миллиардов составляет расходы данного департамента, но здесь в том числе средства на строительство и содержание дорог, это составляет где-то 2 миллиарда. И в этом году, я как и говорила, уже в 2019 году на 3,8 миллиарда пришли деньги федеральные, и из них миллиард 900, ну практически 2 миллиарда, это на строительство дороги Наринма-Русинска, о которых мы постоянно говорим. И говорит губернатор, и уже неоднократно и губернатор, и депутаты совместно были на данной дороге и видели вместе с вашей телерадиокомпанией, как она строится, и все, весь этот процесс отслеживается. Следует отметить, что все-таки меняется облик нашего округа, нашего города в том числе, да, и дороги меняются. Если в прошлом году было очень много замечаний по содержанию, да, ну и, конечно же, присутствие вот этих заборчиков, о которых мы все время говорили, но тем не менее. Следует отметить, что сегодня уже удобно ездить, да, но есть, конечно, робкие составляющие. Это в процессе работы, конечно, можно все менять, но те средства, которые заложены в бюджете, соответственно, они эффективно используются, потому что меняется в целом облик, облик города и облик наших населенных пунктов. Ведь следует отметить также, что очень много средств идет на снос аварийного жилья, да, и мы это все видим и замечаем. Дальше много средств выделяется на приобретение жилья, вернее, даже так, на, значит, выкуп земельных участков для многодетных семей, да, и в том числе они могут приобреть, не только предоставляют им земельные участки, но и выделяются определенные суммы взамен земельного участка. То есть вот поэтому по ЖКХ, конечно, большой аспект. Ну и мы знаем, что сейчас идет бурное обсуждение, в том числе, что у нас вводится еще один, значит, вид отходов, да, это вот, о которых мы говорили. Поэтому для того, чтобы это не было бременем для наших жителей, в том числе предусматривается субсидия, правда, у нас пока она рассчитана на 200 миллионов, в этом году, вернее, в начале этого года пока заложено 60 миллионов, но 60 миллионов будет достаточно для того, чтобы в первом квартале, значит, люди наши не почувствовали каких-то вот дополнительных расходов. В том числе по данному департаменту идет и строительство, строительство в социальных объектах. Мы видим, что вот сегодня школьные и дошкольные учреждения строятся, вот это школа в Индиге, о котором вчера губернатор также говорил на сессии. Вот, ну и, наверное, одно из современнейших зданий будет. Это школа у нас, которая на авиаторов строится, третья школа, молодежный центр, о котором мы говорим все время, и началось опять все-таки его строительство. Это очень значимые объекты, потому что они в первую очередь направлены на создание условий для наших, нашего младшего поколения, для наших детей, за которыми будущее в целом округа. Если говорить по образованию, то в целом на самом деле очень большая сумма, 5,3, по-моему, миллиардов рублей, но все-таки это недостаточно, как бы считается, и поэтому, значит, были приняты изменения в бюджет 2019 года, и мы фактически прибавили еще 25 миллионов по данному департаменту. То, что касается департамента здравоохранения, значит, где-то у нас 2 миллиарда 100 — это социальные выплаты. Социальные выплаты, в том числе по программам они все идут, и по программам старшие поколения там выплаты составляют где-то 750 миллионов. Это большие деньги, в том числе для многодетных семей 570 миллионов. И вот эти средства, может быть, предусмотрены большие, но так как нет недостаточности в адресности, может быть, и люди говорят о том, а что нам дает бюджет округа, практически ничего. Поэтому мы принимаем решение, что не надо разворачивать бюджет. И, значит, с коллегами, в том числе с руководителем департамента финансов Татьяной Павловной, мы побывали в Архангельске, мы посмотрели их опыт работы. Вот, и будем... Как сейчас происходит, да, в соответствии с бюджетным процессом, бюджет вносится на, значит, площадку собрания депутатов, и идет уже дальше рассмотрение. Сейчас мы хотим несколько, в том числе, чтобы участвовало наше население, а также и чтобы депутаты уже при рассмотрении, при принятии бюджета, при рассмотрении на площадке администрации, то есть эта работа начинается намного раньше, то есть это может в сентябре, для того, чтобы мы уже в целом понимали, не на ходу там что-то исправляя, а то есть планово, системно, и к этому должны прийти работать все, должна быть плановость и системность в работе всех ГРБС в том числе. Следует отметить, что большое внимание у нас уделяется и цифровому развитию, да, о чём говорит президент. У нас всё-таки отдалённость населённых пунктов позволяет, если мы создаём телемедицину, и сегодня на самом деле происходит это в нашем округе, то это позволяет вовремя, может быть, поставить диагноз, чтобы спасти жизнь человека, а каждая жизнь дорога для нас. Затем следует отметить также, что если 58% бюджета направлено в социальную сферу, то 13% на развитие. А развитие в чём? Это производство. У нас же всё-таки ольневодческий получается округ, да, и это необходимо, чтобы наше ольневодство развивалось, чтобы была социальная защита тех людей, которые работают в этой отрасли. Раньше, если были только СПК, то сейчас ещё и общины в том числе, и мы должны также создавать условия, чтобы им была возможность, вернее, не создавать условия, а чтобы была возможность работы. А это очень важно, ведь одним из показателей также является, если малый и средний бизнес, дальше мы переходим, да, и которому уделяется также большое развитие, один из показателей — это количество наших предпринимателей на территории. И мы стараемся совместно с администрацией создать условия, более комфортные условия. Я считаю, что практически все возможные условия, которые, возможно, в рамках полномочий нашего округа, созданы для малого и среднего бизнеса. Вот посмотрите, если взять, значит, по упрощённой системе налогообложения, мы ставку налога практически с 1 января 2020 года практически уже нулевая. Ну вот 1%, а доходы и расходы минус доходы получается 5%. Затем то, что касается по инвестиционной привлекательности. У нас в сельских населённых пунктах стоимость электроэнергии, но так складывается она, потому что разбросаны населённые пункты, потому что в каждом населённом пункте отдельные, значит, работают дизеля. Поэтому очень высокая она, более 50 рублей за киловатт. И постоянно шла работа. Если в прошлом году, значит, для малого и среднего бизнеса мы снизили и субсидируем с бюджета Севержилкомсервис, который поставляет эту услугу, до 18 рублей, то, значит, с 1 января 2020 года тарифы будут составлять 8 рублей. Это для малого и среднего бизнеса и всех сельхозпроизводителей. Я считаю, что вот на самом деле это хорошая поддержка для развития их. Ну и потом, значит, на последней сессии у нас принята федеральная инициатива для собрания депутатов по изменению ставки страхового тарифа для малого и среднего бизнеса, потому что с 2017 года, значит, она стала с 14% до 30%. Причем, значит, каждый малый и средний бизнес, ну и все организации оплачивают за своих работников районные коэффициенты, надбавки, и кроме этого еще районные коэффициенты и надбавки, значит, 30% страховых взносов. Это неправильно. Но ведь у нас еще и в трудовом законодательстве указано, что раз в два года людям необходимо, чтобы оплачивали льготный проезд, а также 24 дня дополнительных. То есть это очень большая нагрузка, и мы хотим, чтобы не только регионально, но то, что, возможно, мы сделали и на федеральном уровне, увидели, что на самом деле необходимо, чтобы бизнес развивался на Крайнем Севере, необходимо сделать какие-то послабления налоговые. Очень важно, что в этом году мы смогли вместе с администрацией проработать вопрос практически три месяца. Мы работали по увеличению ставки за производство одного килограмма молока. Значит, первоначально было принято с мая по август увеличить данную ставку с 50 до 85 рублей. Затем губернатор также принял решение об увеличении с августа по декабрь с 50 до 85 рублей. Значит, эту работу мы вместе с администрацией будем продолжать тоже, потому что нам необходимо поддерживать производство. И то, значит, то производство, которое необходимо, ну вот молоко, которое у нас производится, да, оно без всяких добавок, ингредиентов, и полезно для, опять же, в первую очередь, для нашего подрастающего поколения. Натуральный продукт. Да, это натуральный продукт, о котором всё время сейчас говорят. Наталья Александровна, какие инициативы были внесены депутатским корпусом? Да, следует отметить, что большая поправка была сделана депутатами. Мы понимаем, что необходима помощь была оказана и по берегу укрепления в наших сельских населённых, это во всех сельских населённых пунктах, но, значит, средства предусмотрены пока для НИСИ, для Великовисочного и для Бондарки. Затем, понимая, что необходимо поддерживать наших студентов, мы приняли решение о том, чтобы была повышена стипендия для наших студентов, которые учатся в Наринмаре, наших профессиональных училищах. Затем, значит, также была в том числе поправка по строительству дороги в Хангурее. Это важно, всё время там обращаются у нас жители. Сегодня очень хорошая у нас субсидия для муниципальных образований на развитие местных инициатив, то есть в наших населённых пунктах. Люди принимают решение о том, что необходимо построить, например, площадку. Очень хорошо вот эта инициатива у нас уже прошла и многих населённых пунктов. Вот Затнесть, в Харивере у нас хорошо сделано. Поэтому у нас было пока предусмотрено 5 миллионов, первоначально было предусмотрено 5 миллионов, но затем с поправкой она увеличена ещё на 12 миллионов. То есть получится 17 миллионов. Если у нас 18 сельских и муниципальных образований, то практически вот каждое муниципальное образование имеет возможность создать свой проект и в том числе получить эту субсидию. Наталья Александровна, мы знаем вас как депутата, который всегда отстаивает решение вопросов, направленных на улучшение жизни на селе. Вот с чем это связано? Ну вот смотрите, почти. Ну вот я родилась на селе, да, я родилась в посёлке Хасидахарт, сейчас его уже нет. И поэтому вот мне очень больно, когда наши сельские поселения, ну много сельских поселений практически, даже и по стране, да, не стало. Это неправильно, потому что каждое поселение на севере это форт-пост нашей страны. Очень важно, чтобы было строительство социальных объектов, да, это садики, это школы, это больницы. Поэтому вот как губернатор вчера сказал, на следующий год это будет по нацпроекту, мы бы хотели получить федеральную, и надеемся, что получим федеральное средство на строительство 10 фабов в сельских населённых пунктах. О чём сегодня говорит президент, о чём говорит правительство, о том, что, значит, необходимо, чтобы качество предоставления медицинских услуг было на более высоком уровне. Чего бы вы пожелали нашим жителям в 2020 году? Ну вот смотрите, да, я хочу сказать, что в конце года всегда подводятся итоги. Мы с вами итоги практически подвели, мы понимаем, что у нас дальше будет, да, с принятием бюджета в целом. Но вот каждый год это такое перелистывание странички, да. И, ну так как вот мы сегодня говорим о бюджете, мне бы хотелось, чтобы на самом деле бюджет нас пополнялся, чтобы доходная и расходная часть у нас, ну, увеличились, но всё-таки чтобы доходная часть была выше, чтобы у каждого жителя была выше заработная плата, и доходы их увеличились, в том числе пенсии. А вот, но ничего не происходит просто так. Для этого надо работать. А чтобы работать, необходимо, чтобы было здоровье у каждого жителя. То есть я бы хотела пожелать здоровья и добра. Наталья Александровна, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всех благ, но не только в законодательской деятельности, да, но и в личной тоже. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мы будем рады видеть вас снова. Спасибо. Вы смотрели программу «Законодатели». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин